Сказки народов мира Значит, сейчас будет рассказывать истории одна другой забавнее На этот раз историю о феях из грота Агнеса была очень доброй Жила она скромно и бедно со своим сыном Но всегда старалась помочь соседям Об этом знали не только на земле, но и под ней В волшебном гроте, где жили феи А грот этот как раз был рядом с домом Агнесы Однажды у нее заболел ребенок Мой бедный малыш, причитала Агнеса Вдруг она услышала глухой шум в трубе А затем нежный женский голос Встань и подойди сюда Тебе нужна помощь? Да или нет? По-французски да, oui, нет, но Да, 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 мой малыш заболел Ему очень нужно лекарство, закричала Агнеса Тогда держи, сказал голос Он принадлежал фее Тут из трубы выпала бутылочка Агнеса поспешила натереть мальчика с надобьем из нее Он сразу перестал жаловаться и скоро выздоровел А остатки чудодейственной мази Добрая женщина отдала соседям С тех пор никто в округе не жаловался на недомогание Прошло некоторое время Однажды у Агнесы пропала корова Кормившая всю семью молоком Женщина и соседи до сумерек ходили по окрестностям Искали ее, но тщетно Агнеса вернулась домой Растопила камин, чтобы согреться И заплакала от отчаяния Вдруг женщина услышала шум в трубе Она поняла, что это опять появилась фея И искренне ей призналась Ах, сударыня, наша единственная корова пропала Не можете ли вы сказать, где мне найти ее? Я была бы вам очень благодарна Ведь у меня теперь ничего нет Мне даже нечем накормить моего малыша Раз так, ответила фея Держи Из камина на пол выпал колокольчик А фея продолжала Позвони в него И твоя корова вернется Только не говори никому об этом ни слова Пароль По-французски слово Русская пароль произошла именно от него Пароль Отсюда же и другое слово Парле Говорить Давайте запомним нужные фразы Парле-ву француз Вы говорите по-французски Уи, я говорю по-французски Да, я говорю по-французски Никому ничего не сказала Агнеса Как только она позвонила в колокольчик Сразу услышала Муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ее малыш проснулся один в доме и подошел к очагу Он взял ложку, стал стучать ею по камину и плакать В трубе зашумело, и нежный женский голос спросил Что случилось, мальчик мой? Я хочу есть, добрая дама Дайте, пожалуйста, чуть-чуть хлеба Так французы называют хлеб Но есть еще одно слово, которое наверняка вам знакомо Багет Это тоже хлеб, но особый, вытянутой формы Запомним эти слова Багет Хлеб после просьбы мальчика появился на решетке камина А голос сказал Возьми, малыш, этот кусочек Только оставайся таким же щедрым и добрым, как твоя мама Этим хлебом можно накормить многих И когда Агнеса вернулась домой Она застала там радостных соседей Их позвал ее сын и всех угостил хлебом, который ему дала фея Когда делаешь добро, оно к тебе возвращается Петух-сказочник взмахнул крыльями, да и полетел по своим делам Повторяем, запоминаем Сегодня мы узнали важные слова и фразы на французском языке Да Уи Нет Но Хлеб Пин Или Багет Пароль Значит слово Отсюда и русская пароль А вот эти фразы вам обязательно пригодятся Парле-ву францис Вы говорите по-французски? Уи Я говорю по-французски Да Уи Сказки народов мира Франция Сказки гальского петуха